Здравствуйте, меня Алик зовут, я живу тут с Саратовым и с братом Рафиком, на рынке немножко торгуем овощи и фрукты. Я очень хорошо разбираюсь в политике общественной жизни, все знаю, все понимаю, меня жена Этери иногда спрашивает. Алик, объясни, почему так, почему, и так я все объясняю, хочу, чтобы вы тоже слышали, что я ей говорю. Этери, что ты меня спросил последний раз? Почему Нобелевскую премию дали Муратову, а не Навальному, что это такое там произошло? Все, 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 не шуми, не шуми, да, вот это новость последних часов, да что, что Нобелевская премия мира присудили Дмитрию Муратову из новой газеты, а не Алексею Навальному. Конечно, Дмитрий очень уважаемый человек, он вообще такой честный, цельный, твердый, да просто замечательный, ну. Но премию вот эту все равно должны были влучить Алексею Навальному, так каждый нормальный человек думал. Но у нас в Кремле, понимаешь, сидят там люди аномальные, они мыслят немножко по-другому, и они подумали, что если вручат Навальному эту премию, то это будет как-то, ну, неправильно, понимаешь? Потому что Алексей это вообще преступник, это Глиба, это экстремист, это подрывник, это конституционного строя, это босс большой. И чтобы вот после этой премии его признавать иностранным агентом, это, знаешь, как человеку в лицо плюнуть, это унизить его, оскорбить, это то же самое, что Аль Капоне назвали бы домушником, да? Не так это неправильно решили в Кремле, и они позвонили в это Нобелевский комитет, этими мыслями поделились. И сказали, что лучше присудите вот Муратову, тоже он достойный, и будет у нас компромисс, все хорошо, жить будем дальше, ладушки о ладушки. Нобелевский комитет это выслушал, говорит, ну ладно, если вы так считаете, что мы оскорбим Алексея этой премии, то мы не будем, конечно, это делать, мы уважаем вот не сильно Алексея. Хорошо, как вы говорите, мы дадим Муратову. И в Кремле сказали, вот это и замечательно, а с нас это немножко магарич причитается. Вот так оно все и получилось, уже Песков позвонил этому Муратову и сказал, поздравляем тебя, и вот весь коллектив новой газеты с внеочередным присвоением звания иностранные агенты. Вот так оно все и было. Меня Алекс зовут, я живу в Саратове, вот все знаю, все говорю и отвечаю. Спасибо, что слушали. Продолжение следует...